Дмитрий Мамин Сибиряк. Дикое счастье. Глава первая. Дмитрий Мамин Сибиряк. 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 Дмитрий Мамин. Дмитрий Мамин Сибиряк. Дмитрий Мамин Сибиряк. Дмитрий Мамин Сибиряк. Дмитрий Мамин Сибиряк. Дмитрий Мамин. Дмитрий Мамин Сибиряк. Дмитрий Мамин Сибиряк. Дмитрий Мамин Сибиряк. кадочки. Осенний тёмный вечер наступил незаметно и затянул всё вокруг беспросветной мглой. Угол навеса, под которым стояли поленницы и дров, амбары, конюшни, флегелёк, где у старухи Татьяны Власевны был устроен приют для старух и где в отдельной коморке ютился Зотушка. Из мрака выделялся тёмная глыба и только большой старинный дом, глядевший на двор своими небольшими освещенными окнами. Зотушка мог видеть в окна, что чай уже отпили, когда в комнату вошёл Михалка, потому что старуха ушла на свою половину. Сам, то есть Гордей Евстратыч, сидел ещё за столом, слушая болтовню черноволосой нюши, которая вертелась около него мелким бесом. Старшая невестка Ариша, жена Михалки, сосредоточенно перемывала чайную посуду, взмахивая концом полотенца. Сегодня её очередь чаем всех поить. «Нет, видно, не вышлют», — решил Зотушка, когда Михалка, не торопясь, выпил два стакана чаю и поднялся из-за стола. «Вот тебе и утка с квасом». Против окна теперь стоял Гордей Евстратыч, хозяин дома и брат Зотушки. Он степенно разглаживал свою окладистую бороду, красиво исчерченную выступавшей сединой. Михалка, видимо, отчитывался ему о своей поездке, откладывая что-то на пальцах. В такт цифрам встряхивал своими подстриженными в скобу волосами, а потом добыл из кармана пиджака потёртый бумажник и вынул из него пачку засаленных кредиток. «Рублей тридцать будет», — подумал Зотушка про себя и ещё раз усомнился, вынесут ему стаканчик или нет. Ведь если по-человеческому-то разобрать, так он уж сколько времени вываживает лошадь, а на дворе вон какая непогода, всего промочила до нитки. На этот раз Зотушка не дождался стаканчика и, выводив лошадь, привязал её к столбу выстаиваться, а сам ушёл в свою конуру, где сейчас же и завалился спать. К ужину в небольшой проходной комнате, выходившей окнами на двор, собралась вся семья. Татьяна Власевна, Гордей Евстратыч, старший сын Михалка с женой Аришей, второй сын Архип с женой Дуней и черноволосая бойкая Нюша. Гордей Евстратыч был вдовец, и весь дом вела его мать, Татьяна Власевна, высокая, ширококостная старуха раскольничьего склада. Она строго блюла за порядком в доме, и снохи ходили у ней по струнке. Издали эта крепкая купеческая семья могла умилить самого завзятого поклонника патриархальных нравов, особенно когда все члены её собирались за столом. Обеды и ужины проходили в торжественном молчании, точно совершалось таинство. Разговаривать могли только сам и сама, а молодые должны были только отвечать на вопросы. Впрочем, для Нюши и старшей невестки Ариши делалось исключение, и они могли иногда вернуть своё словечко, хотя сама и подбирала строго каждый раз свои сухие бесцветные губы. Сегодняшний ужин походил на все другие. Мужчины в одних ситцевых рубашках занимали одну половину длинного стола, женщины – другую. Татьяна Власевна была одета в свой неизменный косоклинный кубовый сарафан с жёлтыми проймами и в белую холщовую рубаху. Тёмный старушечий платок с белыми горошинами был повязан на голове кикой. Как носят старухи кержанки. Невестки и Нюша в ситцевых сарафанах, таких же рубахах и передниках, были одеты как сёстры. Строгая Татьяна Власевна не хотела никого обижать, показывая костюмам, что для неё все равны. Только бабьи повязки невесток выделяли их положение в семье. Непокрытая голова Нюши с чёрной длинной косой говорила о её непокрытой девичьей вольной волюшке. Обеденный стол был накрыт синей пестридёвой скатертью, все ели из одной чашки деревянными ложками. День был постный, и стряпка Маланья, кривая старая девка в кубовом синим сарафане, подала на стол только постные ищи с позёминой да гречневую кашу с конопляным маслом. Больше ничего не полагалось. А Татьяна Власевна для постного дня даже к позёмине не прикоснулась, потому что это всё-таки рыба, хотя и сушёная. Маланья была свой человек в доме, потому что жила в нём четвёртый десяток. Такая прислуга встречается в хороших раскольничьих семьях, где вообще к прислуге относятся особенно гуманно, хотя по внешнему виду и строго. Сегодня Гордей Евстратыч был особенно в духе, потому что Михалка привёз ему из Полдневской один старый долг, который он уже считал пропащим. Несколько раз он начинал подшучивать над младшей невесткой Дуней, которая всего ещё полгода была замужем. Красивая, свежая, с русыми волосами и ленивыми карими глазами, она только рдела и стыдливо опускала лицо. Красавец Архип, муж Дуни, любовался этим смущением своей молодайки и, встряхивая своими чёрными, подстриженными в скобу волосами, смеялся довольной улыбкой. — Будет вам ляс это точить, — строго заметила Татьяна Власевна, останавливая эту сцену. — Ведь за столом сидим, Гордей Евстратыч, тебе бы других удержать от лишнего слова, а ты сам первый затейщик. — Ну, не буду, мамонька, — оправдывался Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. — Пошутил и кончено. — Уж бабушка всегда у нас такая, — прибавила Нюша. — Какая такая, — сердито заговорила Татьяна Власевна. — Ну, говори, верчёная. — Да такая. Слово сказать нельзя. — Ох ты-то, невитое сено. У тебя и на уме-то всё одни хихи да смехи. Погоди вот. Татьяна Власевна не досказала конца фразы, хотя все хорошо поняли, что она хотела сказать. — Погоди вот, выйдешь замуж, так не до смеху будет. Востра больно. Это была стереотипная угроза, которая слишком часто повторялась, чтобы испугать бойкую и неугомонную Нюшу. На ворчание бабушки у неё был отличный ответ, который она, к сожалению, могла говорить только про себя. — Нашла чем пугать. У меня жених давно приготовлен. Только дорогу перейти, тут и жених. А зовут его Алёшкой Пазухиным. Невестки, хотя и дружили с Нюшей, особенно Ариша, но внутренне были против неё, потому что Нюша всё-таки была отецкая, балованная дочка, и Татьяна Власевна ворчала на неё только для видимости. Существование Алёшки Пазухина не было тайной ни для кого в семье, хотя об этом никто не говорил ни слова. Парень был подходящий, хорошей природы, как говорила про себя степенная Татьяна Власевна. После ужина все по старинному прадедовскому обычаю прощались с бабушкой, то есть кланились ей в землю, приговаривая «Прости и благослови, бабушка». Степенная вежеватая старуха отвечала поясным поклонам и приговаривала «Господь тебя простит, милушка». Гордею Евстраточу полагались такие же поклоны от детей, а сам он кланялся в землю своей мамоньке. В старинных раскольничьих семьях ещё не вывелся этот обычай, заимствованный из скидских метаний. Когда все начали расходиться по своим углам, молчавший до последней минуты Михалка проговорил «А у меня, тетенька, для тебя дельцы есть небольшое». Он замялся и почесал у себя в затылке. «Пойдём ко мне в горницу», — проговорил Гордей Евстратыч, удивлённый дельцем Михалки. Дом хотя был и одноэтажный, но делился на много комнат. В двух жила Татьяна Власевна с Нюшей. Михалка с женой и Архип с Дуней спали в тёмных чуланчиках. Сам Гордей Евстратыч занимал узкую угловую комнату в одно окно, где у него стояла двухспальная кровать красного дерева, берёзовый шкаф и конторка с бумагами. Лучшие комнаты, как во всех купеческих домах, стояли совсем пустыми, потому что служили парадными приёмными при разных торжественных случаях. Вся семья жалась по крошечным клетушкам целый год, чтобы два или три раза в год принять гостей по-настоящему, как принимали все другие. Эти другие, как у других, являлась железным законом. «Ну что, Миша?» — спрашивал Гордей Евстратыч, притворяя за собой дверь. «Да вот, тётенька, я тебе привёз гостиницу от старателя Маркушки», — неторопливо проговорил Михалка, добывая из кармана штанов что-то завёрнутое в смятую серую бумагу. «Это из Полдневской? Да, от Маркушки. Он сильно скудается здоровьем-то. Вот, — говорит, — увидишь отца, отдай ему, пусть поглядит, а ежели, — говорит, — ему поглянется, пусть приезжает в Полдневскую, пока я не умер». У Маркушки водянка, сказывают. Весь распух, точно восковой. Гордей Евстратыч осторожно развернул бумагу и вынул из неё угловатый кусок белого кварца с жёлтыми прожилками. В его трещинках и ноздринках блестело желтоватыми искорками вкраплённое в камень золото. В одном месте из белой массы вылезали два золотых усика, в другом несколько широких блёсток были точно приклеены к гладкому камню. Повёртывая кусок кварца перед лампой, Гордей Евстратыч рассмотрел в одном углублении, где жёлтела засохшая глина, целый самородок, походивший на небольшой боб. Один край самородка был точно обгрызен. Да, это было золото, настоящее червоное золото. Один самородок весил не меньше ползолотника. Гордей Евстратыч не мог оторвать глаз от заветного камешка, который точно приковал его к себе. «Жилка», — в раздумье проговорил Гордей Евстратыч, чувствуя, как у него на лбу выступил холодный пот. «Видишь, Миша?» Михалка хотел взять в руки кусок кварца, но Гордей Евстратыч отстранил его и опять внимательно принялся рассматривать его перед огнём. Но теперь он уже любовался куском золотоносной руды, забыв совсем о Михалке, который выглядывал из-за его плеча. «Так, Маркуша-то зачем послал с тобой жилку-то?» — спрашивал Гордей Евстратыч, приходя в себя. «За долг?» «Нет». Про долг он ничего не говорил, а только наказывал, чтобы ты приехал в Полдневскую. «Надо», — говорит, — «мне с Гордеем Евстратычем переговорить». Крепко наказывал. «А про жилку-то он тебе говорил или нет?» — «Только всего и сказал. Покажи», — говорит тятеньке Скварец. «Ежели поглянется, пусть приезжает скорее». А когда стал жилку в бумагу завёртывать, прибавил ещё. «Ох, хороша штучка». «Как он, Маркушка-то? Сильно, говоришь, болен?» — спрашивал Гордей Евстратыч, соображая совсем о другом. «Да, совсем в худых душах. Того, гляди, душу Богу отдаст. Кашель его одолел. Старухи пользуют чем-то. Да только легче всё, нет». Гордей Евстратыч не слыхал последних слов, а, схватившись за голову, что-то обдумывал про себя. Чтобы не выдать овладевшего им волнения, он сухо проговорил, завёртывая кварц в бумагу. «Всё это вздор, Миша. Ступай, спи с Богом. Маркушка не нас первых с тобой обманывает на своём веку». Глава вторая. К девяти часам вечера все в доме были на своих местах, потому что утром нужно рано вставать. Татьяна Власевна всех поднимает на ноги, чем свет, и только одной Арише позволяет понежиться в своей коморке лишний часок, потому что Ариша ночью возится со своим двухмесячным стёпушкой. Две комнаты, в которых жила Татьяна Власевна, напоминали скорее монастырскую келью. Низкие потолки, оклеенные дешёвыми обоями стены, выкрашенные синей краской дверные косяки и широкие лавки около стен. Большой иконостас в углу с неугасимой лампадой, несколько окованных мороженым железом сундуков, сложенных по углам в пирамиду. Вот и всё. На полу были посланы чистые половики, тканные из пёстрой ветошки. На окнах белели кисейные занавески. Около кровати, где спала Нюша, красовался старинный туалет с вычурной резьбой. В этих двух комнатах всегда пахло росным ладаном, горелым деревянным маслом, геранью, жёлтыми восковыми свечами, которые хранились в длинном деревянном ящике под иконостасом и тем специфическим, благочестивым по преимуществу запахом, каким всегда пахнет от старых церковных книг, кожаных переплётах, с медными застёжками и с закапанными воском, точно вылощенными страницами. До старинных книг Татьяна Власевна была великая охотница, хотя и считалась давно уже единоверкой. Она никогда не упускала случая приобрести такую книгу, чтобы иметь возможность почитать её наедине. Из этих книг составилась у ней маленькая библиотека, которая хранилась в особом шкафике, висевшем на стене рядом с иконостасом. К старине Татьяна Власевна питала почти болезненную слабость, всё равно в каких бы формах не проявлялась эта старина. Она хранила, как зеницу ока, все сарафаны, полученные ею в приданное, старинные меха, шубы, крытые из лежавшейся материей, даже изъеденные молью лоскутки и разное тряпьё. После ужина Татьяна Власевна молилась бесконечной старинной молитвой с лестовкой в руках. Поклоны откладывались по уставу, как выучили Татьяну Власевну с детства раскольничьей исправницы. Засыпая в своей кровати крепким молодым сном, Нюша каждый вечер наблюдала одну и ту же картину. В переднем углу, накрывшись большим тёмным шёлковым платком, пущенным на спину в два конца, как носят все кержанки, бабушка молится целые часы напролёт, откладываются широкие кресты, а по лестовке отсчитываются большие и малые поклоны. Глядя на высохшее жёлтое лицо бабушки, строгими серыми глазами и прямым носом, Нюша часто думала о том, зачем бабушка так долго молится. Неужели у ней уж так много грехов, что их замолить нельзя? Девушка иногда сердилась на упрямую старуху, особенно когда-то принималась ворчать на неё. Но когда бабушка вставала на молитву, это была совсем другая женщина, вроде тех подвижниц, какие глядят строгими-строгими глазами с икон старинного письма. К конца бабушкиной молитвы Нюша не могла никогда дождаться и засыпала сладким сном под мерный шёпот бесконечных канунов. На этот раз девушка особенно долго болтала, мешая старухе молиться. «А ты, бабушка, на меня не сердишься?» – спрашивала Нюша в просонье. «Отстань!» – с фальшивой строгостью отвечала бабушка, путаясь в счёте поклонов. «В то воскресенье мы к пятовым пойдём, бабушка. Пойдём?» Фене новое платье сшили, называется бордо. То есть это краска называется, бабушка, бордо, а не материя и не мода. Понимаешь? «Отстань!» «Феня такая счастливая!» – с подавленным вздохом проговорила Нюша, ворочаясь под ситцевым стёганым одеялом. «У ней столько одних шёлковых платьев и всё по-мотному, только у нас у одних в Белоглинском заводе и остались сарафаны. Ходим, как чучелы гороховые. Ты у меня помели ещё, безголовая! О, Господи! Согрешила я грешная с этой девкой. Ох, уже повесят тебя на том свете прямо за язык!» Молчание, опять поклоны. Неугасимая лампада горит неровным пламенем, разливая вокруг колеблющийся неверный свет. Жёлтые полосы света бродят по выбеленному потолку, на мгновение выхватывают из темноты угол старинной печи и, скользнув по полу, исчезают. Нюша долго наблюдает эту игру света, глаза у ней слепаются, начинает клонить ко сну. Но она ещё борется с ним, чтобы чуточку подразнить строгую бабушку. «Бабушка, в укол-то, Логинич, — сказывал дави Архип, — зонтик себе в городе купил, начинает Нюша, сладко позёвывая. — А знаешь, сколько он за него заплатил? Отстань! Шёлковый зонтик-то, бабушка, а ручка? Точёная, из слоновой кости. Только Архип сказывает, что выточена такая фигура, что девушкам и смотреть совестно». «Тьфу-тьфу! — отплёвывалась старуха. — Провались ты со своим вуколом Логиничем. Нашла важное кушанье. Срамник он, вукол-то, Логинич. Тьфу!» «Бабушка, да ведь он за зонтик-то заплатил семьдесят целковых. Ей-богу! Хоть сама спроси у Архипа». «Как семьдесят?» «Браво, бабушка, семьдесят целковых за один зонтик». «Ох, дурак, дурак этот вукол!» «Никого у них в природе таких дураков не было. Ведь шабалины-то по нашим местам завсегда в первых были. Особливо дедушка-то. Логин. Богатые были. А что бы таких глупостей? Семьдесят целковых. Это на ассигнации-то считать так чуть не триста рубликов. Ох, ох, ох. Уж правда сказать, что дикая-то копеечка не улежит на месте». Взволнованная семидесятирублевым зонтиком, Татьяна Власевна позабыла свои кануны и принялась рассказывать поучительные истории о Шабалиных, Пятовых, Колобовых, Савиных и Пазухиных. «Вон какой народ-то! Все как на подбор. Таких с огнем поискать, и не в Белоглинском заводе. Крепкий народ по всему Уралу знают белоглинских-то. Даже из Москвы выезжают за нашими невестами. Вот она что значит природа-то. Теперь взять хоть Настю Шабалину. Вышла за сарапульского купца. Груня Пятого в Москву вышла. У Савиных дочь была замужем за рыбинским купцом. Да умерла сердешная. Третий годок пойдет с зимнего Николы. А в укол Логинич что? Он только свою природу срамит. Семьдесят рублей за зонтик. Да и другие-то, глядя на него особливо, которые помоложе, пошаливают. Вон у Пятовых, сынок-то. В Ирбицкой что настрепал? Легкое место сказать. А всему заводчик в укол, чтобы ему ни дына, ни покрышки. В допрежние времена таких дураков и не бывало. Так, турачили промерт у себя. Только чтобы зонтиков покупать в семьдесят целковых? Нет, этого не бывало. Последние фразы Татьяна Власевна говорила в безвоздушное пространство, потому что Нюша, довольная своей выходкой с зонтиком, уже спала крепким сном. Ее красивая черноволосая головка, улыбавшаяся даже во сне, всегда была набита самыми земными мыслями, что особенно огорчало Татьяну Власевну, тяготевшую своими помыслами к небу. Прочитав еще два кануна и перекрестив спавшую Нюшу, Татьяна Власевна осмотрела, заперты ли окошки на болты, надела на себя пестридевый по ниток и вышла из комнаты. Не торопясь, вышла она и заперла за собой тяжелую дверь на висячий замок. Притворила осторожно сени и заглянула на двор. Дождь перестал. По небу мутной грядой ползали низкие облака. В двух шагах трудно было что-нибудь отличить. Под ногами булькала вода. Перекрестив дом и двор, старуха в потьмах побрела к воротам. Чтобы не упасть, ей приходилось нащупывать рукой бревенчатую стену. Отворив калитку, Татьяна Власевна еще раз благословила спавшей крепким сном весь дом, а потом заперла калитку на тяжелый висячий замок и осторожно принялась переходить через улицу. В одном месте она черпнула воды своим низким башмаком без каблука, в другом обеими ногами попала в грязь. Ноги скоро были совсем мокры, а вода хлюпала в самых башмаках. Но старуха продолжала идти вперед. Старая Кедровская улица была ей знакома как свои пять пальцев, и она прошла бы по ней с завязанными глазами. Недаром она выжила на этой улице пятьдесят лет. Вот через дорогу дом Пазухиных. У них недавно крышу перекрывали, так под самыми окнами бревно оставили плотники. Как бы за него не запнуться. От дома Пазухиных вплоть до гнилого переулка идет одно прясло, а повернешь переулок, тут тебе сейчас домик отца Крискента. Славный домик с палисадником и железной крышей. В третьем годе, когда у отца Крискента родился мертвенький младенец, дом опалубили и зеленой краской выкрасили. Татьяна Власевна по гнилому переулку вышла на большую заводскую площадь, посредине которой неправильной глыбой темнела выступавшая углами вновь строившаяся единоверческая церковь. Когда старуха взяла площадь наискось, прямо к церкви, небо точно прояснилось, и она на мгновение увидела леса и переходы по стройке. Где-то брехнула собака. Редкие капли дождя еще падали с неба, точно серые нависшие тучи отряхивались, роняя на землю последние остатки дождя. «Слава тебе, Господи!» – прошептала Татьяна Власевна, когда переступила за черту постройки. Помолившись на восток, она отыскала спрятанную под тесом носилку для кирпичей, надела ее себе на плечи, как делают каменщики, и отправилась с ней к правильным стопочкам кирпича, до которого добралась только ощупью. Сложив на свою носилку шесть кирпичей, Татьяна Власевна надела ее себе на спину и, пошатываясь под этой тяжестью, начала с ней подниматься по лесам. Кругом было по-прежнему темно, но она хорошо знала дорогу, потому что вот уже третью неделю каждую ночь таскала по этим сходням кирпичи. Раньше ночи были светлые, и старуха знала каждую доску. «Господи Иисусе Христе, Сын Божий!» – шептала Татьяна Власевна, поднимаясь по сходням кверху. Доски были мокры от недавнего дождя, и нога скользила по ним. Прикованные гвоздями поперечные дощечки, заменявшие ступеньки, кое-где оборвались со своих мест, и приходилось ощупывать ногой каждый шаг вперед, чтобы не слететь вниз вместе со своей тридцатифунтовой ношей. Но эта опасность и придавала силу работавшей старухе, потому что этим она выполняла данное обещание – поработать Богу в поте лица. Давно было дано это обещание, еще в молодые годы, а исполнять это приходилось теперь, когда за спиной висели 70 лет, точно 70 тяжелых кирпичей. Да, много было прожито и пережито, и суровая старуха, сгибаясь под ношей, тащила за собой воспоминания, как преступник, который с мучительным чувством сосущей тоски вспоминает мельчайшие подробности сделанного преступления, и в сотый раз терзает себя мыслью, что было бы, если бы он не сделал так-то и так-то. «Господи помилуй, Господи помилуй», – шептала Татьяна Власевна от сознания своей человеческой немощи. «Но вот первая ноша поднята. Вот и корни стены, которые выводят каменщики. Старуха складывает свои кирпичи там, где завтра должна продолжаться кладка. Небо все еще обложено темными тучами, но в двух или трех местах уже пробиваются неясные светлые пятна, точно небо обтянуто серой материей, кое-где сильно проношенной, так что сквозь образовавшиеся редины пробивается свет. После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темно-синюю. Сверкнула звездочка, пахнула ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи. Татьяна Власевна присела в изнеможении на стопу принесенных кирпичей. Голова у ней кружилась, ноги подкашивались, но она не чувствовала ни холодного ветра, глухогудевшего в пустых стенах, ни своих мокрых ног, ни надсаженных плеч. Вон из осенней мглы выступают знакомые очертания окрестностей Белоглинского завода, вон старая Кедровская улица, вон новенькая православная церковь, вон пруд и заводская фабрика. Выглянувший из-за туч месяц, ярко осветил всю картину спавшего завода. Ряды почерневших от недавнего дождя крыш, дымившиеся на фабрике трубы, домик отца Крис Кента, хоромины Шабалиных – все это были немые свидетели долгой-долгой жизни. Свидетели, которые не могли обличить словом, но по ним, как по отдельным ступенькам лестницы, неугомонная мысль переходила через длинный ряд пережитых годов. Все это было, и Татьяна Власевна переживает свою жизнь во второй раз. Переживает вот здесь, наверху постройки, откуда до неба кажется всего один шаг. Но именно этот шаг и пугает ее. Она хватается за голову и со слезами на глазах начинает читать вырвавшийся из больной души согрешившего царя крик. «Помилуй мя Боже, повелицей милости Твоей!» Но нужно носить кирпичи. До утра осталось часа три. Татьяна Власевна спускается вниз и поднимается с тяжелой ношей почти машинально, как заведенная машина. Именно такой труд, доводящий старое тело почти до полного бесчувствия, именно такой труд дает ее душе тот покой, какого она страстно домогается и не находит в обыкновенных христианских подвигах, как пост, молитва и бесконечные поклоны. Да, по мере того, как тело становится лишней тягостью, на душе все светлее и светлее. Татьяна Власевна видит себя 15-летней девушкой. Она такая высокая, рослая, с румянцем во всю щеку. Все на нее заглядываются, даже старики. Ей никто не нравится, хотя она не прочь поглазеть на молодых парней. Ох-ох-ох! Никем-то никого не осталось из бывших молодцев. Точно они уплыли один за другим. Да, никого не осталось в живых. Только она одна, чтобы замаливать свои и чужие грехи. На шестнадцатом году Таню выдали замуж за вдовца-купца по фамилии Брагин. До венца они не видали друг друга. Ей крепко не понравился старый муж, но стерпела и помирилась со своей судьбой. Благо вышла в достаточную семью на свое хозяйство. Не знала свекровушкиной науки, а потом пошли детки-ангелочки. Все девичье глупое горе износилось само собой, и подумала Татьяна Власевна, что так она и век свой изживет со старым нелюбимым мужем. Конечно, завидно иногда было, глядя на чужих молодых мужей. На уж кому какое счастье на раду написано. «Венец — суд Божий, не нам его пересуживать!» — так думала Татьяна Власевна, да не так вышло. «Уж прожила она замужем лет десять, своих детей растила, а тут и подвернись случай. И какой случай? Господи, прости меня окаянную!» Да были и раньше случаи, засматривались на красавицу-молодку добрые молодцы. Женатые, холостые, красивые были, только никому ничего не досталось. Вздохнет Татьяна Власевна, опустит глаза в землю и только всего. Один особенно тосковал по ней и даже чуть рук на себя не наложил. «Прости его согрешение, Господи!» А горе пришло нежданно-негаданно, как вор, когда Татьяна Власевна совсем о том и не думала. Приехал в Белоглинский завод управитель Пятов, отец Нила Поликарпыча. Ну, познакомился со всеми, стал бывать. И из себя-то человек глядеть не на кого. Тощий, больной, все кашлял, да еще женатый и детишек полный дом. Познакомился этот Пятов с мужем Татьяны Власевны так, что и водой не разольешь. Полюбились они друг другу. На именинах по праздникам друг дружке в гости всегда ездили. Жена у Пятова была тоже славная такая, хоть и постарше много Татьяны Власевны. Вот однажды приехал Пятов на Масленице в гости к Брагиным. Хозяина не случилось дома, и к гостю вышла сама Татьяна Власевна. Посидели, поговорили, а Пятов нет-нет, да и взглянет на нее. Таково ласково да приветливо взглянет. Веселый он был человек часом, когда в компании. «Что это ты на меня так глядишь, Поликарп Семенович?» спросила Татьяна Власевна. «Точно сказать что-то хочешь». «Хочу сказать, Татьяна Власевна». «Давно хочу», — ответил Пятов, и как будто из себя немного замешался. «Ну так говори. А вот что я скажу тебе, Татьяна Власевна. Погубила ты меня, иссушила. Господь тебе судья». Тихо таково вымолвил последнее слово, а сам все на хозяйку смотрит и смеется. У Татьяны Власевны от этих слов мороз по коже пошел. Она хотела убежать, крикнуть, но он все смотрел на нее и улыбался. А у самого так слезы и сыплются по лицу. «Гоните меня, Татьяна Власевна», — тихо заговорил Пятов, не вытирая слез. «Гоните». От этих слов у Татьяны Власевны точно что оборвалось в груди. И жаль ей стала Поликарпа Семеновича. И как-то страшно, точно она боялась самой себя. А Пятов все смотрит на нее. Красивая она была тогда, да молодая. Кровь с молоком, бобенка. А в своем синем сарафане и в кисейной рубашке с узкими рукавами она была просто красавица писаная. Помутилась в глазах Пятова от этой красавицы. От ясных ласковых очей, от соболиных бровей, от белой лебяжьей груди. Бросился он к Татьяне Власевне и обнял ее. А сам плачет, плачет и целует руки, шею, лицо, плечи целует. А немела Татьяна Власевна. Жаром и холодом ее обдало. И сама она тихо-тихо поцеловала Поликарпа Семеновича. Всего один раз поцеловала, а сама стоит перед ним, как виноватая. — Насмеялся ты надо мной, Поликарп Семенович, — заговорила она, когда немного пришла в себя. — Опозорил мою головушку. Как я теперь на мужа буду глядеть? — Голобушка, Татьяна Власевна, мой грех, мой ответ. Я отвечу за тебя и перед мужем, и перед людьми, и перед Богом. Только не дай погибнуть христианской душе. — Прогонишь меня, один мне конец. Пересушила ты меня, злая моя разлучница. Прости меня, Татьяна Власевна, да прикажи мне уйти. А своей воли у меня нет. Что скажешь мне, то и буду делать. — Уходи, Поликарп Семенович, Бог тебе судья. Побелел он от этих слов. — Затрясся, прощай, чужая жена, моя погибелюшка. — Проговорил он, поклонился низко-низко и пошел к дверям. Опять сделалось страшно Татьяне Власевне, страшнее давешнего. А он идет к дверям и не оглядывается. Подкосились резвые ноги у красавицы погибелюшки, и язык сам сказал. — Поликарп Семенович, воротись. Ох, вышел грех, большой грех. Пожалела Татьяна Власевна грешного человека Поликарпа Семеновича и погубила свою голову, навсегда погубила. Сделалась с нею страшная, небывалая. Сама она теперь не могла жить без Поликарпа Семеновича, без его грешной ласки, точно кто ее привязал к нему. Позабыла и мужа, и деток, и свою спобедную головушку для одного ласкового слова, для приворотного злого взгляда. Так они и зажили. А на мужа точно слепота какая нашла. Души не чает в Поликарпе Семеновиче. А Поликарп Семенович, когда Татьяна Власевна растужится да расплачется, все одно приговаривает. «Милушка моя, не согрешишь, не спасешься. А было бы после, в чем каяться». Никогда не любившая своего старого мужа, за которого вышла по родительскому приказанию, Татьяна Власевна теперь отдалась новому чувству со всем жаром, проснувшейся первой любви. В качестве запретного плода эта любовь удесетерила прелесть тайных наслаждений, и каждый украденный у судьбы и людей час счастья являлся настоящим раем. Плодом этой преступной связи и был Зотушка, нисколько не походивший на своего старшего брата Гордея и на сестру Алену. Муж Татьяны Власевны промышлял на Белоглинском заводе торговлей панским, то есть ситцами, сукном и так далее. Дело он вел хорошо, и трудовое богатство наливалось в дом, как вода. А тут старший сын начал подрастать, и отцу в помощь пошел. Все же кошку в лавку не посадишь или не пошлешь куда-нибудь. Из Гордея вырабатывался не по летам серьезный мальчик, который в 13 лет мог править дело за большого. Все шло как по маслу. Брагины начали подниматься в гору и прослыли за больших тысячников, но в один год все это благополучие чуть не пошло прахом. Сам Брагин простудился и умер, оставив Татьяну Власевну с тремя детьми на руках. Этот неожиданный удар совсем ошеломил молодую вдову, как божеское наказание за грехи. Постылый старый муж, который умер со спокойной совестью за свое семейное счастье, теперь встал перед ней немым, неотступным укором. После девятин Татьяна Власевна пригласила к себе в дом Поликарпа Семеновича и сказала ему, опустив глаза. Ну, Поликарп Семенович, теперь уже прощай, будет нам грешить. Если не умела по своему малодушию при муже жить, так надо теперь доучиваться одной. Как же это Таня? Я тебе не Таня больше, а Татьяна Власевна. Так и знай, мое слово будет свято, а ты как знаешь. Надо грех замаливать, Поликарп Семенович. Прощай, голубчик, не поминай лихом. Голос у Татьяны Власевны дрогнул, в глазах все смешалось, но она пересилила себя и не поддалась на прелестные речи Поликарпа Семеновича, который рвал на себе волосы и божился, на чем свет стоит, что сейчас же наложит на себя руки. А я буду молиться за тебя, Богу. Уже спокойно ответила Татьяна Власевна, точно она замерла на одной мысли. Этим все и кончилось. Татьяна Власевна как ножом обрезала свою старую жизнь и зажила по-новому. Честной матерной вдовой. Крепко соблюдая взятую на себя задачу. В это время ей всего было еще 30 лет, и она, как одна из первых красавиц, смогла выйти замуж во второй раз. Но мысли Татьяны Власевны тяготели к другому идеалу. Ей хотелось искупить грех юности настоящим подвигом, а прежде всего поднять детей на ноги. Время бежало быстро, дети выросли. Старший Гордеей был вылитый отец, строгий, обстоятельный деляга. Второй затей являлся полной противоположностью. И как Татьяна Власевна не строжила его, не началила, из затея ничего не вышло, а под конец он начал крепко зашибать водкой. Так что пришлось на него совсем махнуть рукой. Татьяна Власевна должна была примириться с этим как с божеским наказанием за свой грех и утешилась старшим сыном, которого скоро женила. Внучата на время заставили Татьяну Власевну отложить мысль о подвиге, тем более что жена Гордея умерла рано, и ей пришлось самой воспитывать внучат. Вот те мысли, которые мучительно повертывались клубком в голове Татьяны Власевны, когда она 70-летней старухой таскала кирпичи на строившуюся церковь. Этот подвиг был только приготовлением к более трудному делу, о котором Татьяна Власевна думала в течение последних 40 лет. Это путешествие в Иерусалим и по другим святым местам. Теперь задерживала одна Нюша, которая того гляди выскочит замуж. Благо и женишок есть на примете. Вот бы только Нюшу пристроить, думала Татьяна Власевна, поднимаясь в десятый раз к кирпичам. Алексей у Пазухиных парень хороший, смиренный, да и природа пазухинская, по здешним местам не последняя. Отец-то Сила Андроныч, вон какой парень, подстать как раз нашему Гордею Евстраточу. Старуха проработала до четырёх часов, когда на фабрике отдали первый свисток на работу. Она наборно помолилась в последний раз и поплелась домой, разбитая телом, но бодрая и точно просветлённая духом. Кругом было всё темно, но в избах уже мелькали яркие огоньки. А это топились печки у заботливых хозяев. Вон у отца Крискента тоже искры сыплются из трубы, значит стряпка Аксинья рано управляется. У Пазухиных темно, у них подолгу спят. Подходя к своему дому, Татьяна Власевна заметила в окне горницы Гордея Евстратыча огонь. «Уж не болен ли?» – подумала старуха и торопливо зашагала через улицу. «Куда ему эку рань подниматься? Может, надо малиной или мятой его напоить?» Гордея Евстратыч действительно не спал, но только не по нездоровью, а от одолевших его мыслей, которые колесом вертелись кругом привезённой Михалком жилки. Сначала он пытался заснуть и лежал с закрытыми глазами часа два, но всё было напрасно. Сон бежал от Гордея Евстратыча, оставляя в душе мучительно сосавшую пустоту. Зачем старатель Маркушка желает видеть его, и зачем он послал с Михалком эту проклятую жилку? А жилка богатейшая. Может быть, Маркушка нашёл эту жилку и хочет продать ему? Всё может быть, только не нужно упускать случая. Мало ли бывало таких случаев? Эти старатели всё знают, а Маркушка совсем прожжённый. Занятый этими мыслями, он не обратил внимания даже на то, как осторожно отворилась калитка и затем заскрипела дверь в синях. «Ты что это, Гордей?» – спрашивала Татьяна Власевна, появляясь в дверях его комнаты. – Уж не попритчилась ли какая немочь? – Нет, мамонька. – Так, не поспалось что-то. Клопы надо полагать. – Скажи-ка с тряпки насчёт самоварчика, а потом мне надо будет ехать в Полдневскую. – Да ведь Михалка вчера в Полдневскую гонял. – Гонял да без толку, самому надо съездить. – Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok